Привет всему честному народу! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о честности, буквально о честной компании, которая называется The Honest Company. Это компания Джессики Альба, я думаю, что все ее узнают, ну, по крайней мере, большинство. Это известнейшая американская актриса, которая играла во множестве фильмов, которые были популярны лет 10 тому назад. И сейчас, к сожалению, а может быть и к счастью, Джессика Альба завсегдатая таких рейтингов, как актрисы, которые когда-то были очень популярны, но не снимаются ни в каких фильмах, потому что у них дурной характер, или их никто никуда не приглашает, или что-то там еще. Но, в общем, причины выдумываются разные в этих статьях, но что правда, то правда, это то, что она особо сейчас нигде не снимается. Но, тем не менее, почему это может быть к счастью? Потому что Джессика Альба, во-первых, она родила нескольких детей, а во-вторых, она стала бизнес-вумен, и она основала свою собственную компанию, идея которой к ней пришла как раз из-за того, что у нее родились дети. И эта компания получила название Honest Company, то есть, как бы, честная компания. Я так понимаю, что была идея названия этой компании в том, что ее старшую дочь звали Honor, или Honor, и, соответственно, ну, типа Honor это честь, и Honest это, или Honest это честный. И, соответственно, в этой компании первоначально Джессика Альба решила выпускать товары для детей, с чего она начала, по-моему, это были какие-то порошки для стирки детских вещей, и потом уже стала продавать детскую одежду, всякие детские товары, и потом перешла к тому, что нас интересует больше всего, а именно косметики. Здесь у нас достаточно много всего, потому что недавно на Cald Beauty начал продаваться ее бренд, сейчас, кстати, ее бренд, именно подразделение Honest Beauty, вот, про которое мы сегодня будем говорить, оно продает некоторые вещи, то есть, это и какая-то ухаживающая косметика, которую вы можете, кстати, найти на iHeart, и также декоративная косметика, которую теперь можно найти на сайте Cald Beauty. Я еще недавно пробовала заказать с их официального сайта, вот этой компании, ну, то есть, с американского сайта в Россию, но, к сожалению, это один из тех мерзких-мерзких сайтов, которые не принимают российские банковские карты, то есть, даже если вы заказываете через посредника, и не хотите, как бы, через посредника еще платить за оплату, потому что это обычно очень сложно, своей картой вы не сможете заплатить. Ну, в общем, хорошо, что все появилось, теперь мы с вами имеем возможность протестировать всю эту красоту и узнать, чем же пользуется сама Джессика Альба, и насколько вообще это классно, или, может быть, это ужасно. Основные такие моменты вообще всей этой косметики заключаются в том, что Джессика Альба якобы когда-то устала выбирать между тем, что работает, и тем, что хорошо для кожи, и поэтому она решила совместить безопасные ингредиенты, которые также не вредят окружающей среде, и, безусловно, вашей коже, с теми вещами, которые должны прям отличный результат давать в результате. Ну, обычно, знаете, в декоративной косметике это заканчивается не очень хорошо, я надеюсь, что сегодня это закончится прям прекрасно, и нам все с вами понравится, потому что вот на это все богатство, вот на это вот все, которое не такое уж и большое, я потратила 8200 рублей, что довольно приличная сумма, и, судя по всему, да, косметика Джессики Альбы, так, знаете, бьет немножко по кармашку. Ну, в общем, давайте начинать, и первое, что мы должны сделать, это использовать вот такой вот бальзам, это супер мультиюз бальзам, который нужен буквально для всего. На самом деле, это смесь масел, и причем первое масло в составе этого бальзама, это знакомое нам масло подсолнечника. Вот такой бальзам стоил 13 фунтов, по нынешним временам это почти 1300 рублей, но даже чуть-чуть больше. Я вам называю цены уже со скидкой, потому что на Cult Beauty, если вы покупаете в другую страну, то есть, например, в Россию, вам, соответственно, дают небольшую скидку, потому что вы не платите налог, который платили бы, если бы жили в Великобритании. Я думаю, что у нас, знаете, обычно относятся к вещам, в которых на первом месте стоит подсолнечное масло, немножко так скептически, потому что, ну, типа, подсолнечное масло, мы все его знаем, у каждого там буквально на кухне стоит это бутылище этого масла, но в других странах, например, как вы можете знать, в Юго-Восточной Азии в основном применяется пальмовое масло для готовки или другие виды масла, и, соответственно, к подсолнечному маслу такое, знаете, отношение, типа, ну да, экзотика, да, наверное, хорошая штука, а у нас как-то так, как-то так, непонятно. Ну, на втором месте здесь оливковое масло, и этот бальзам предназначен буквально для всего, для сухих мест, для кутикулы, для, в общем, для ногтей, для губ, вообще для чего угодно, куда хотите, в общем, туда и мажьте, и он должен восстанавливать кожу и устранять любую сухость. Ну, поэтому мы и мажем его на губы, но главное потом нам вообще не забыть его убрать перед тем, как мы будем наносить помаду, а то у нас все потечет, все поплывет. Следующее, что мы будем использовать, кстати, бальзам, вы знаете, он пахнет просто маслом обычным подсолнечным, и, в принципе, он масляный, вот что я пока могу сказать про этот бальзам. Дальше мы с вами снова продвигаемся по бальзамной теме и будем пробовать вот такие вот румяна, которые тоже стоили 1300 рублей, и здесь в составе масло, касторовое, касторовое масло, ну вот так вот, ну и плюс еще ингредиенты, но на первом месте именно касторовое масло, то есть это кремовое румяна. Румяна там в нескольких оттенках, и я выбрала оттенок, который просто называется Rose Pink, ну вообще приятные такие румяна, просто когда вы их трогаете, ну типа, знаете, масляные румяна, ну какие же они еще могут быть, это мне все уже напоминает. Помните ролик про косметику от российского бренда Самосвет, где у нас тоже все было какое-то сильно масляное, такое, с такими масляными основами, и к концу того видео я была просто как жирный-жирный блин, но здесь у нас нет никакой тональной основы масляной, это уже хорошо. Вроде у Джессики Альбы есть какая-то тональная основа в ее ассортименте, но на Cult Beauty я ее не видела, поэтому заказать не смогла. Ой, как красиво! Смотрите, какие классные румяна! То есть у меня была на лице тональная основа, причем тональная основа такая слегка-слегка матирующая, чуть-чуть, но при этом румяна ее не растворили, и они смотрятся действительно классно, то есть прям такой румянец замечательный. Мне кажется, просто потрясающе красиво получается, но он такой, знаете, не очень интенсивный, все как мы любим, то есть я не уверена, что я его вообще потом увижу на камере, когда буду монтировать это видео, но в зеркале я его вижу, и он очарователен. Дальше мы с вами должны продвинуться к хайлайтеру. Тут мы могли бы уже сверху всего этого великолепия запудриться, потому что хайлайтер, скорее всего, будет сияющий, и он вот такой рассыпчатый, ну то есть он запеченный, да, ну вы поняли, сухая текстура. И это хайлайтер, который называется Midnight Reflection. Ох, красота! Вообще, по поводу этого хайлайтера не совсем понятно, на сайте написано, то ли это просто пудра подсвечивающая, то ли это хайлайтер, но знаете, такие вещи, которые кому-то пудра, кому-то хайлайтер, все любят разные эффекты, все мы это знаем, и вот такая вот штука стоит 2000 рублей. Ой-ой-ой-ой, дорого как-то получается. Но я, кстати, не знаю, что это такое вообще. Вроде на пудру похоже. Ну давайте запудримся тогда. Просто не кажется, что он какой-то очень сильно сияющий. Давайте запудримся и посмотрим, что получится. Вообще, конечно, обидно, что Джессика Альба больше не снимается особо в кино, но, по крайней мере, я не слышала, чтобы в каких-то прям очень известных фильмах она снималась, потому что в свое время она действительно была супер популярна, и в нее, по-моему, были влюблены, ну, практически все молодые люди. Ну и некоторым девушкам тоже она очень нравилась. Я думаю, что одна из самых известных ее ролей, это роль в фантастической четверке. Я не говорю, что это лучшая ее роль, просто тогда этот фильм был безумно популярен. Дальше мы с вами переходим, наконец-то, к палетке теней, и здесь у нас, конечно, уже много вопросов. Много вопросов. Вот такая вот палетка, которая, честно говоря, мне вообще не нравится, как она оформлена. Ну, то есть, это такая вот эта вот картоночка какая-то, не очень симпатичная, но это дело десятое, потому что, ну, ладно, оформленная-оформленная, какая разница, а вот внутри она достаточно занятная. И, смотрите, здесь, во-первых, много оттенков, здесь 10 оттенков, во-вторых, они интересные, то есть, здесь прям такие глубокие коричневые и розовые оттенки, и нет каких-то сильно рыжих. Так, неужели, почему, почему Джессика-то не положила сильно рыжих цветов, несмотря на то, что сама Джессика, она такая знойная барышня, но, тем не менее, она, знаете, как-то какую-то гамму такую более холодную все-таки в эту палетку вложила. Вроде у нее есть еще какие-то оттенки этой палетки, может быть, есть еще более как раз рыжие, это у меня более холодная, надо проверить на сайте. И еще было написано, что вот этот оттенок, это идеальный растушев... не то, что растушевочный, типа, как, знаете, такой базовый оттенок, и вот этот, это идеальный оттенок, которым вы можете рисовать стрелки. Ну, в общем, описана эта палетка, типа, такая рабочая лошадка в вашей косметичке, которая стоит 2000 рублей, все-таки немало, но она может делать все. Может делать и дневной макияж, и незаметный макияж, и макияж вечерний, ну, конечно, не сама палетка вам будет делать макияж, а вы своими ручками, своими кисточками будете это делать, чем мы сейчас с вами и займемся. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, с возвращением в страну дурного макияжа. Я была просто, знаете, в каком-то косметическом аду сейчас. Это такой изощренный ад, когда сначала вроде все идет нормально, и вы так, ну да, ну вроде такие тени, ничего, нормально наносится, а потом вы в какой-то момент понимаете, что что-то не в порядке, и вы такие, что же не в порядке, не могу никак понять. А потом вы понимаете, в чем дело. И дело здесь в том, что эти тени, они как бы не работают друг с другом. Здесь принципиально вообще разные текстуры у этих оттенков, и они как будто отторгают просто друг друга, они не смешиваются. И это просто какой-то кошмар в плане растушевки, потому что, ну, получается буквально вот такое вот. Вот такие вот места у вас будут на глазах, вот такие вот места, когда вы начнете растушевывать эти тени. И когда вы пытаетесь закрасить какие-то, знаете, ну, совсем там ужасные такие проплешины, дырки, залипушки при помощи сияющих оттенков, то оказывается, что сияющие оттенки вообще ни разу не сияющие, какие-то типа как мел, но вроде присыпанный чем-то таким немножечко блестящим. Ну, прям странная, реально странная палетка, и стоит она 2000 рублей, я вообще не очень понимаю за что. Она меня сильно-сильно разочаровала, и мне она напоминает сразу несколько палеток, причем сразу несколько хороших палеток и одну очень плохую палетку. Вот так выглядят эти тени в свочах, как вы можете заметить. Здесь, конечно, не то чтобы какая-то богатая пигментация, хотя на сайте было написано, что там мега кремовые тени, классная пигментация, и вообще все будет супер, ну, понятное дело, да, на сайте именно так и должно было быть написано, но в результате получается вообще ни разу не супер, потому что, во-первых, вы можете, да, видеть сразу, что пигментация здесь, ну, как бы так, как-то вот она вроде как есть, а вроде как ее и не совсем, и не совсем можно где-то увидеть. Часто это не проблема, то есть понятно, что этот бренд позиционируется как бренд косметики, ну, в основном, я так понимаю, они все-таки акцентируют внимание на мамочках, то есть если это бренд вообще весь, который делает для детей в основном товары, то, наверное, это вот для женщин, у которых есть маленькие дети, и которые хотели что-то заказать для своих детей, а еще там и косметику себе закажу, и то есть у них нет времени там выкрашивать себе какие-то глаза, типа раз-раз, и пошла вообще все красивое. Но здесь как бы, ну, не знаю, вот в таких случаях, да, избыточная пигментация, это даже скорее минус, чем плюс, но здесь как-то вот прям плохо именно со смешиванием этих текстур. Те тени, которые матовые, они более-менее нормальные, но при этом они не смешиваются между собой, то есть они с собой как-то прям очень плохо растушевываются. Те тени, которые сияющие, как я уже сказала, они вообще никакие ни разу не сияющие, а вот этот оттенок, это просто какой-то кошмар, это вообще ад на земле, потому что он собой представляет, как будто, знаете, такую металлическую крошку, то есть он очень грубый, вы когда его трогаете пальцем, вы прям чувствуете, как он, вот видно, видно, вот эти кусочки отдельные, просто как будто, знаете, какого-то металла здесь содержится. И вот этот оттенок, он немножко более мелкодисперсный, но все равно он такой вот прям грубый. Я крайне недовольна этой палеткой, она ужасно выглядит, она очень сильно осыпается, причем как при нанесении пальцем, так и при нанесении кистью, и вообще эта палетка просто плохая. Стоит 2000 рублей, я считаю, это очень дорого. Одновременно она на что похожа? Помните, недавно мы с Калк Бьюти пробовали очень даже хорошую, рабочую, и с таким же позиционированием, типа как для женщин, у которых особо нет времени, палетку от It Cosmetics, она была реально хорошая, и там и позиционирование было примерно похоже, и оттенки были немножко похожие. Но, кстати говоря, про эту палетку. На деле эти цвета оказываются намного, намного теплее, чем кажется именно в рефилах. То есть вот этот, на который я так рассчитывала, что он, знаете, какой-то все-таки немножко на холодненькую сторону, но, наконец-то, какой-то растушевочный, он прям оранжевый, ну, по крайней мере, на моем оттенке кожи. Вот этот нежно-такой розово-сизо-какой-то фиолетовый, он тоже, на деле, оказывается, скорее красновато-розовым. Ну, то есть совсем все не так, как кажется на первый взгляд. Вторая палетка, которую мне напоминает, это Honest Beauty, это вот такая палетка от Lorac или Lorac, все по-разному называют, и это какая у нас там, третья палетка, просто фантастическая, замечательная, и, смотрите, здесь действительно похожа цветовая схема, то есть такое впечатление, что они ей вдохновлялись. Но эта палетка божественная, великолепная и чудесная, ее вы можете заказать на сайте iHerb, либо, если вы, например, живете в Америке, то там у вас вообще она много где продается, в том числе в драгсторах. В общем, я просто в шоке. А, еще третья палетка, на которую она похожа, это, наверное, самый близкий вариант, это Physicians Formula. Палетки, вот эти их большие, баттер-палетки, которые недавно вышли в двух оттенках, и там была та же самая проблема, то есть были сияющие оттенки, были матовые оттенки, между собой они не дружили, имели плохую пигментацию, и она даже как-то похожа, знаете, вот по внешнему виду на ту палетку. В общем, я безумно разочарована, а теперь расскажу вам про пудру, потому что я про нее вам забыла рассказать. Это пудра, все-таки это пудра, и это полирующая пудра, которая похожа на пудру от Hourglass или на любую пудру, такую вот запеченную полирующую, про которую мы с вами говорили в последнее время очень много. В ней есть отдельные маленькие золотистые блесточки, которые в принципе выглядят на лице симпатично, то есть если вы не против того, чтобы было немножко какого-то отдельного золота на лице, выглядит хорошо. Против нее ничего вообще сказать не могу, она не самая лучшая, она не какая-то плохая в то же время, она такая средненькая, достаточно неплохая пудра, даже хорошая, но стоит она 2000 рублей, я считаю, что для нее это, конечно, очень-очень дорого. Но здесь и то, что, знаете, упаковка не абы что, да, не какая-то супер красивая, поэтому, ну, как-то так, как-то так, не очень понятно. Дальше я пользовалась подводкой. Подводка, ах, жидкая подводка, совсем жидкая, ой, жидкая-жидкая, и к тому же у нее еще какие-то есть проблемы здесь с ограничителем, то есть видите, какая здесь большая дырка, через которую просто все выливается, то есть обычно в жидких подводках встроенный ограничитель, который не позволяет содержимому выливаться. Здесь все выливается совершенно замечательно, и здесь ужасный фетровый наконечник, с которого просто все течет, то есть она настолько жидкая, что она, знаете, ну, прям течет с него, это, это прям совсем нехорошо получается, но, тем не менее, что в ней хорошего, это то, что она супер черная, она нормально рисует, если вы, конечно, ну, как бы не против вот этих заморочек с этими супер жидкими подводками, вот такими кончиками, и она тут же застывает. С одной стороны, это классно, потому что она превращается в абсолютно ровную, такую черную матовую линию, если вы ее нарисовали ровной, а с другой стороны, если вы ее нарисовали неровной, то у вас уже нет права на ошибку, потому что все, она уже застыла, и сложно ее поправить, потому что второй слой начинает, ну, знаете, как-то не совсем ровно уже ложиться на эту высохшую подводку, поэтому как-то я не очень впечатлилась, стоит она недорого, ну, относительно, да, всей остальной косметики 800 рублей, но я лично предпочитаю все-таки подводки с кисточками и в форме фломастеров, либо гелевые подводки, они такие жидкие, потому что мне кажется, это немножко, знаете, ну, как-то вот прошлый век, что ли, именно вот такие супер-супер жидкие подводки. Вообще, честно говоря, у меня есть такое впечатление, что многие звезды, которые решают выпускать свою собственную косметику, они пытаются что-то выдумать, какой-то велосипед, и мы с вами много раз это уже наблюдали, мы это наблюдали и у наших отечественных, у некоторых брендов, которые были созданы разными звездами, да, там, и также у разных других брендов западных, например, у Lady Gaga, которая тоже там выпускает какие-то продукты, которые просто мы сидим и такие, что, зачем, зачем это в таком формате, как этим вообще пользоваться, почему это так, а не иначе, но у Джессики Альба здесь, понятно, немножко такой уклон на какую-то там натуральность, на что-то такое вот все немножко олдовое даже, я бы сказала, и поэтому здесь есть с этим небольшие проблемы. Дальше я использовала вот эту тушь, которая вместе с праймером, вот эту тушь и праймер мне дали бесплатно, потому что, видимо, я набрала на какую-то нормальную сумму вот этих всех предыдущих покупок, и с одной стороны здесь вот такой вот белый праймер, который утолчает ресницы, и с другой стороны тушь, которая супер удлиняющая, как нам обещают. Правда, если бы эту тушь мне не дали бесплатно, то стоила бы она 2000 рублей, что, конечно, безумно круто, потому что, ну, туши это, знаете, ну не 2000, ну не 2000 рублей, 2000 рублей за тушь, это что-то вообще неизведанное даже от Джессики Альба. Праймер оказался как обычный белый праймер, то есть он не сильно окрашивает ваши ресницы в белый цвет, но заметно их утолщает. Я не люблю такой эффект, я вообще никогда не покупаю туши с праймерами. Я считаю, что единственный достойный праймер вообще для туши, это корейский праймер, который называется, по-моему, Dr. Fix от Etude House, который просто ваши ресницы поднимает вверх и фиксирует их в таком положении. Все остальные вот эти утолщающие праймеры, ну, по крайней мере, на моих ресницах это работает достаточно плохо. Кстати, вы заметили, что я сегодня без накладных ресниц хотела вам показать, как это выглядит в результате все на глазах, но туша оказалась очень даже неплохая, то есть несмотря на то, что ресницы такие все уже слепленные в комочки этим праймером, она их неплохо прочесывала, и она действительно удлиняющая, и она нормально держит завиток, то есть они не опадают, по крайней мере, сразу. В принципе, тушь, да, оказалась неплохая, особенно если использовать без праймера, все намного лучше получается, но, конечно, 2000 это вообще не та цена, которой она заслуживает. И самое последнее, что мы должны попробовать, это уже у нас, знаете, такое завершение этого потрясающего дня, это вот такая помада, и что-то она мне уже напоминает. 800 рублей стоит такая помада на основе масла авокадо. У меня такое впечатление, что это тоже какая-то помада Physicians Formula, которая на основе масла Муру-Муру, потому что она, вот знаете, прям похожа по внешнему виду. Ну, давайте пробовать. Вообще, строго говоря, это не помада, это бальзам для губ с цветом, и у меня это оттенок, который называется летняя дыня. Ну, момент такой, что это просто обычный, как бы, масляный бальзам для губ с оттенком, он пахнет очень сильно маслом, и это нормально, потому что он на основе масла, соответственно. Но Джесси Кальба, она же отказалась от разных синтетических отдушек в своей косметике, то есть это то, с чего вообще начиналась ее компания, потому что синтетические отдушки в косметике, они могут раздражать кожу детей, и поэтому первое ее вот изобретение, это порошок, он был как раз без этих синтетических ароматизаторов. Но хочу отметить, что на данный момент достаточно много есть ароматических всяких композиций, которые имеют натуральное происхождение, и многие из них, конечно, могут быть аллергенами, но, тем не менее, есть те, которые более-менее не аллергичны, да, на большинстве людей. И можно было бы все-таки здесь что-нибудь, какую-нибудь отдушечку сделать, а то, знаете, такой запашок немножечко прогорклого масла. Но, тем не менее, мне нравится, как выглядит на губах этот бальзам. Ну, понятное дело, из-за того, что он масляный, он немножко начинает растекаться, то есть его нужно совсем чуть-чуть наносить, но, в принципе, и оттенок приятный, и выглядит хорошо, и губы чувствуют прям такое, ух, увлажнение, ух, питание от этого масла. Итак, вся косметика мне обошлась 8200 рублей, и что я могу похвалить из нее? Вы знаете, меня так расстраивает этот глаз, на самом деле, вот, который самый нерастушеванный, я прям так не люблю это, когда заканчиваешь видео с каким-то стремным макияжем. Ну, ладно, ну, ладно, так вот, так вот все случилось. Итак, что касается бальзама, это, ну, неплохая, в принципе, вещь, но я не думаю, что он прям стоит покупки, тем более, что в ухаживающей линейке тех же самых Ones Beauty есть достаточно много неплохих бальзамов, которые больше по объему, и в результате получаются дешевле, чем вот эта маленькая штучка. Ну, в принципе, неплохая вещь, может быть, для сумочки, чтобы положить и там помазать какие-то, не знаю, потрескавшиеся губы зимой, руки помазать, нормально, нормально. Обычный, обычный самый бальзам. Вот что мне понравилось, это вот эти румяна. Они, по-моему, до сих пор выглядят на лице просто прелестно, и они действительно симпатичного оттенка. Пудра была неплоха, вполне себе, но не за эти деньги, потому что стоила на 2000 рублей. Палетка это просто кошмар. Я не хочу говорить про эту палетку больше вообще. Все, мы про нее забываем. Эта палетка отправляется в дебри косметических преступников. Это есть такие дебри у нас, это какой-то, знаете, лес, где разбойники всякие косметические бегают друг за другом, и, в общем, туда мы отправляем всех самых отъявленных. Вот таких вот, как эта палетка. Дальше подводка была, с одной стороны, неплохая, с другой стороны, немножко какая-то устаревшая. Ну, как-то так. Вот она на остановке где-то у нас стоит. То ли в лес поедет, то ли поедет в зону свободной цыганской жизни. Ничего мы с вами не решили. И тушь была тоже неплохая, если бы не была такая дорогая. И последнее, что у нас было, это вот эта помада, но она оказалась очень даже приятной. В общем, итог, как вы поняли, косметика в целом нормальная, но очень дорогая. Вот что можно сказать про косметику Джессики Альбы, хотя бывают и прямо откровенные провалы, вроде той палетки, про которую мы больше с вами не говорим. Вот такой был ролик. Пожалуйста, напишите, что вы думаете по поводу всей этой косметики, и что вы вообще думаете по поводу косметичек, и косметики, точнее, от разных звезд. То есть, обращаете ли вы на это внимание? Кстати, скоро выходит косметика от Селены Гомес в начале сентября. Я очень надеюсь, что это будет что-то хорошее, потому что вроде как она ее делает вместе с Киндо, которые делают косметику для Арианы, а это вообще-то принадлежит Луи Виттон. Так что надеюсь, что что-то они там хорошее изобретут, а не вот такое вот сомнительное. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что у вас сегодня будет замечательное настроение. Желаю вам сегодня сиять ярче любой звезды, чтобы у вас все было отлично, и чтобы у вас сегодняшний день был исключительно удачным. Спасибо вам, и до скорой встречи на моем канале. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!